Здравствуйте, дорогие зрители! Сегодня мы рады приветствовать вас в программе «Осторожная наука». О чем же мы поговорим сегодня? О том, что британские ученые в результате проведенных ими социологических и финансовых опытов с 2000 года по 2010 практическим путем определили, что размещение любых псевдонаучных работ этих ученых в крупных российских, европейских и особенно в американских изданиях типа АИФ, Нью-Йорк Таймс, Бонжурли Тужур как минимум утраивает индекс цитирования этих работ в интернете. И на 88% увеличивает возможность получения грантов под любые самые несуразные, но очень нужные, видные британским ученым исследования и доказательства любых завиральных теорий. Ну а если ушлые британские ученые проникают в телевизионные передачи или, допустим, в наши исследования, то вероятность получения заказов на исследование вместе с ним получения приятно греющих карманов грантов возрастает на 110%. Также отличным способом получения вожделенных грантов является участие во всевозможных онлайн и реал-конференциях. Неплохо сказывается на росте увеличения ссылок на работы данных ученых и взаимное цитирование ссылок и указаний среди коллег. По принципу «рука руку моет». Номинации на любую научную премию, вне зависимости от получения, автоматически увеличивают шансы на заказы и очень крупные гранты. Также хорошо срабатывает для этих целей выбор правильной темы для очередной статьи. Например, австралийская фирма заплатила группе британских ученых более полумиллиона австралийских долларов за исследование по поводу влияния окраса шерсти мереносных баранов на выбор ими места в иерархии стада. Выделенный грант был освоен в рекордные три месяца. И ученые 45% на вероятности доказали, что верховные позиции в стаде баранов занимают особи малиновой окраски. Недавно группа британских ученых по заказу фирмы по производству современных онлайн-словарей проверила длительное исследование на тему, как правильно обувать на голову шапки. Попутно доказав, что шапки не одевают, а обувают на головы. Сумма свойного гранта учеными тактично умалчивается. Современные британские ученые с удовольствием проводят исследования на любую заказанную тему. Все зависит только от суммы вознаграждения. Граждане. И после этого мы с вами верим этой науке. Ну а на сегодня все. Встретимся с вами в следующей программе. Всем пока! Встретимся с вами в следующей программе. Встретимся с вами в следующей программе.